Добрый вечер! Вы смотрите телеканал Ветта. Это вечерний вестник. О главных событиях дня расскажу я, Максим Суханов, и наши корреспонденты сегодня в выпуске. В Перми приступили к озеленению территорий объектов здравоохранения. Культурная столица. В Перми даст гастроли Московский театр имени Евгения Вахтангова. В Перми из-за продолжающейся реконструкции улицы Героев Хасана вводится очередное ограничение. Как пояснили в городской администрации, это связано с работами на инженерных сетях. Движение на пересечении улиц Героев Хасана и Васильева планируется ограничить с 0 часов 2 июня до 6 утра 5 июня. Будет закрыт выезд с улицы Васильева на Героев Хасана. Объехать данный участок можно по проезду вдоль Героев Хасана. Также с 0 часов 8 июня до 6 утра 11 июня будет ограничено движение транспорта на улице Героев Хасана по одной полосе в центр Перми. А с 0 часов 12 июня до 6 утра 15 июня будет полностью перекрыто движение транспорта на участке улицы Васильева в районе дома номер 100 на Героев Хасана. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут. Футбольный клуб «Амкар Перм» заручился поддержкой первого официального спонсора. Им стал производитель противогололедных смесей из Пермского края. Подробности у Валерии Ермаковой. У футбольного клуба «Амкар Перм» появился первый спонсор. Трехстороннее соглашение между Крымым правительством, футбольным клубом и бизнес-сообществом «Дабл Ти Джи», куда вошло пермское предприятие «Уральский завод противогололедных материалов» подписано. В любом деле нужна уверенность. И уверенность эта придается, когда у тебя надежные партнеры. И сегодня я благодарен компании, что она подписала соглашение с нами. И не на один год тыл у нас, будем говорить, надежный. «Уральский завод противогололедных материалов» неоднократно поддерживал различные спортивные инициативы. Но этот раз признается генеральный директор особенный. Клуб «Амкар» знают по всей стране, помнят. И не только в стране, и за пределами нашей России знают этот клуб. Поэтому мы с благодарностью отнеслись к предложению финансировать в своей части клуб. Для нас это большая, наверное, даже хочу сказать, что гордость поддерживать главный клуб Пермского края. Новый футбольный клуб «Амкар Перм» был создан по инициативе главы региона Дмитрия Махонина. Летом 2020-го краевые власти приобрели бренд в региональную собственность. Сейчас клуб входит в состав участников профессиональной футбольной лиги. Ничто не мешает сейчас футбольному клубу заявляться в чемпионатах и выступать. Наша задача, в общем-то, обеспечить денежными средствами возможность существования клуба. И мы благодарны, что наши пермские компании, инновационные, кстати, компании, которые решили поучаствовать в этом процессе. Что такое «Амкар» для нас? Это история успеха, история спорта, история болельщиков. Мы хотим, чтобы на футбольных трибунах Перми и Пермского края снова была жизнь. Формирование тренерского штаба и состава команды продолжается. Официальные игры футбольного клуба «Амкар» Пермь приблизительно начнутся в конце июля, когда стартует новый сезон в профессиональной футбольной лиге. Валерия Ермакова, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Крайизберком организовал серию семинаров для лидеров политических партий и политэкспертов. Его цель – в первую очередь обсуждение и понимание новаций предстоящих избирательных компаний. Станислав Уланов далее. Те, кто планирует выставить свою кандидатуру на сентябрьских выборах на том или ином уровне, должны помнить, в этот раз агитация в соцсетях и, в принципе, в интернете регулируется законом ровно так же, как и любая другая форма агитации. Новшества, в частности, коснутся лиц, связанных с иностранными агентами, кандидатов с судимостью. Но, пожалуй, главной новеллой этой кампании с высокой долей вероятности станет трехдневное голосование. Это будут равнозначные все три дня – пятница, суббота, воскресенье, когда, собственно говоря, комиссии будут работать с 8 утра до 8 вечера. Если соответствующее решение центральная избирательная комиссия примет, то это, наверное, главное изменение. И оно направлено прежде всего на то, чтобы избирателям было удобно прийти и проголосовать, выбрав один из этих трех дней. Тема трехдневного голосования для избиркома непростая. Она не раз подвергалась критике в связи с сомнениями в возможности проконтролировать частоту избирательного процесса. Впрочем, в Пермском крае процедура уже была опробирована. На минувших выборах губернатора, напоминает политолог Юрий Исаев, и не вызвала серьезных нареканий. Опыт прошлого года показал, что, конечно, основная активность пришла на первые два дня. Это пятница и суббота. И в воскресенье, на таскан уже остатки. Как известно, остатки всегда сладкие. Поэтому эти остатки приходили в воскресенье. Но я не вижу здесь особой проблемы. С учетом того, что занятость у людей возрастает, люди перемещаются очень много. Так или иначе, день, один день сковывал людей во времени и так далее. Особенно это время у нас с вами летнее-осеннее. Люди заняты со своими делами. У нас, знаете, это же посадочно-уборочный сезон. Это же традиция для наших людей. Поэтому я думаю, что три дня им помогут как раз распределить свое время и принять участие более эффективно. Дабы все участники избирательного процесса понимали правила игры одинаково, в региональном избиркоме для них даже решили провести серию семинаров, на которых обсудят законодательные, технические новшества. В этот раз собрали представителей партий и политконсультантов. В будущем планируют привлечь и наблюдателей. К слову, о технических нововведениях. На этих выборах при Камье электронное голосование не предусмотрено в связи с большим количеством выборов. Напомню, 19 сентября жители региона будут выбирать своих представителей в Госдуму, Заксобрание, Пермскую и Городскую Думу. Также пройдет ряд муниципальных выборов. Станислав Ланов, Владислав Рашидов, Ветта-24. Более тысячи молодых ребят в возрасте от 14 до 25 лет. С сегодняшнего дня в Перми стартует ежегодный проект «Отряд мэра». Отличная возможность попробовать себя в незнакомой профессии, приобрести бесценный опыт, знания, новые знакомства, а также получить приятный финансовый результат своей деятельности. Тему продолжит Роман Четин. Уважаемый Алексей Николаевич, гимназий номер 4, имени братьев пометок Дежинского района города Перми, трудовое лето готово. Старт программы занятости молодежи традиционно совпадает с Международным днем защиты детей. Путевки в трудовое лето молодежи вручает глава Перми Алексей Демкин. У вас появляется уникальная возможность частицу своего труда, частицу своей души оставить в нашем любимом городе, тем самым сделать его еще хорошей книги людей. Я желаю вам всем успехов, хорошего настроения, чтобы тот труд, который вы несете в наш город, он запомнился вам на долгие годы. Эту программу городские власти уже 20 лет реализуют на базе Дворца молодежи. В этом году там на лето трудоустроят 1080 пермяков. Всего в летней занятости примут участие более 5000 молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет. Такую возможность организуют и районные администрации. Традиционно молодежь пробует свои силы сразу в нескольких направлениях. Здесь есть и благоустройство, здесь есть волонтеры культуры, социальные волонтеры, волонтер вожатый, медиаотряд. Направления, которые пользуются спросом уже не первый год, мы их стараемся сохранять и каждый год немножко обновляем. Мария Шишкина в этом году планирует принять участие в нескольких сменах. Каждая длится по 10 дней. Состоит из 30 рабочих часов. Оценивается такая работа в 1607 рублей. Девушка уже знает, куда потратить заработанные средства. На подготовку к учебному году, на различные подарки, потому что у меня летом у очень многих родственников день рождения, поэтому в основном такие мелочи. Помимо заработка и занятости в летние месяцы, каждый участник отрядов получает новые профессиональные навыки, опыт работы в команде и самоорганизации. А еще такие программы воспитывают чувство трудолюбия и ответственности. Например, Мария Шишкина в отрядах мэра принимает участие уже третий год подряд. Роман Четин, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». В Перми приступили к озеленению территории объектов здравоохранения. К примеру, в детском санатории Светлана в честь Дня защиты детей посадили 20 саженцев ясеня, клёна и дуба. Там в основном проходит реабилитацию дети с различными болезнями дыхательной системы. Поэтому чистый воздух и экологичная окружающая среда особенно важны. Юлия Рожкова продолжит. Сергей Белов вместе с 9-летней дочкой Валей высаживают деревья возле детского санатория Светлана. Они сегодня присоединились к ЭК-акции «Аллея здоровья детям». Я сегодня и сажаю, и копаю. И это очень интересно для меня, что я в первый раз прихожу и сажаю разные растения. Вместе с семьёй Беловых в озеленении санатория участвуют три десятка волонтёров. Среди них представители регионального отделения волонтёры-медики, российские студенческие отряды и учащиеся аграрно-технологического университета. Акция организована компанией «Нестлей» и «Сириал Партнерс РУС» совместно с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики и Краевой детской клинической больницей. Здесь посадят 20 саженцев ясеня, клёна и дуба. Высаживаются данные саженцы крупной меры. Им не один год, это уже достаточно взрослые растения. Так как мы высаживаем с закрытой корневой системой, то деревья очень хорошо приживутся. Помимо саженцев деревьев, здесь высаживают цветы и красят лавочки и клумбы. Территория санатория оживляется новыми красками. В рамках глобальных обязательств по сохранению климата компания «Нестлей» регулярно участвует в восстановлении лесов. Ежегодно мы участвуем в различных акциях, это различные территории. И вот в этот раз так совпало, что именно это День защиты детей, поэтому мы объединили в этой акции не только заботу об экологии, как я уже сказала, но еще и заботу о маленьких пациентах. Экоакция проводится с соблюдением карантинных мер в рамках проекта «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография». Есть такая достаточно расхожая статистика, когда говорится о том, что здоровье человека зависит от здравоохранения всего на 10%. А на все остальные 90% соответственно, от образа жизни, от окружающей среды, от экологии в том числе. Задача именно проекта «Укрепление общественного здоровья» это развитие благоприятной среды, которая способствовала бы ведению здорового образа жизни на территории всего Пермского края. В санатории Светлана проходят лечение 180 детей. Они попали сюда из-за болезней дыхательной системы. Поэтому для них чистый воздух и экологичная окружающая среда особенно важны. Зеленые насаждения, они создают благоприятное влияние на экологию, но и, конечно же, они поднимают настроение детям. И мы хотим, чтобы вот эта акция, она действительно помогла скорейшему выздоровлению нашим маленьким пациентам. Пока деревья малы, но уже через 5-10 лет они подрастут и на территории санатория будет настоящая аллея. Юлия Рожкова, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Что касается эпидемиологической обстановки в Прикамье, то за прошлые сутки специалисты выявили еще 95 новых случаев заражения коронавирусом против 97 днем ранее. Таким образом, на сегодня общее число заболевших в Прикамье увеличилось до 57 563. На 1 июня регион находится на 14-й строчке среди субъектов России по приросту заболевших за 24 часа. При этом ежесуточный прирост инфицированных на данный момент составляет 0,2%, а коэффициент распространения болезни – 0,9%. По официальным данным оперативного штаба в Пермском крае от COVID-19 скончались 2438 человек. За сутки умерли еще 8 пациентов. Старт проекту «Лучшие театры России» городу Перми дадут гастроли театра имени Евгения Вахтангова. Свои лучшие спектакли «Московская труппа» продемонстрирует Пермякам с 25 июня по 2 июля на сцене Дворца культуры имени Солдатова. Подробности у Юлии Рожковой. Чтобы увидеть Геннадия Хазанова, Марию Аронову и Владимира Вдовиченкова, пермскому зрителю не нужно ехать в Москву. Столичный театр приедет на гастроли к нам. В рамках проекта «Лучшие театры России» городу Перми с 25 июня по 2 июля в ДК Солдатова театр имени Евгения Вахтангова представит по два показа четырех спектаклей. Это Евгений Онегин, «Ветер шумит в тополях», «Фальшивая нота» и «Мадемуазель не тушь». Вообще нужно сказать, что эти спектакли рассчитаны на самый широкий круг зрителей, потому что здесь и сценическая интерпретация классики, и легкая музыкальная комедия, и глубокие философские размышления. Переговоры администрация Перми ввела с прошлого года. Главный художник театра и режиссер Римас Туминос досконально изучали зал и сцену ДК Солдатова. Для спектаклей привезут 8 фур необходимой аппаратуры и декораций. Главное условие приезжего театра – чтобы качество звука, света и технических особенностей ни в чем не уступало столичной сцене. Давно такого не было событий, когда театр приезжал к нам на такие большие гастроли – это 8 полноценных спектаклей. В результате к нам приедет в общей сложности 114 человек из театра Вахтангова, в том числе 19 народных и заслуженных артистов. Все заявленные артисты приезжают. Реализация проекта «Лучшие театры России» городу Перми – это только часть в подготовке к празднованию трехсотлетия. Городские власти строят планы минимум на три года вперед. В 2022 году в Перми будет гостить Санкт-Петербургский театр «Балет Бориса Эйфмана». Планы на 2023 год пока держат в тайне. Но, судя по всему, Пермь ждет что-то не менее грандиозное. Пока же можно приобретать билеты на июньские театральные гастроли. В гастроли прославлены театры. Театру исполняется сто лет. И это такой своего рода подарок театра городу Перми. Сцена ДК Солдатова выбрана для театральных постановок не случайно. Здесь подходящая для театра вахтанговая акустика и вместимость. Кроме того, театр выступал здесь на сцене более десяти лет назад. И артисты уже с нетерпением ждут новой встречи с пермским зрителем. Юлия Рожкова, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Ну а сейчас к другим новостям. Может быть не самым главным, но не менее интересным. Их для вас подготовил мой коллега Егор Тверетинов. Добрый вечер. В Краевой клинической больнице имени Вагнера в Березняках готовится к открытию лаборатория, где планируют проводить ПЦР-исследования на наличие различных заболеваний, в том числе на COVID-19. Сейчас мазки для анализов, взятые у жителей Усолья, Александровска, Березняков, Соликамска, Красновишерска и Чердене отправляются на исследования в Пермь. С открытием лаборатории в Березняках прием анализов будет проводиться ежедневно, а сроки выдачи результатов сократятся максимум до 24 часов. Предполагается, что мощность новой лаборатории составит 564 исследования в смену. Это позволит при двусменной работе полностью обеспечить потребность в проведении исследований жителей северных территорий Прикамья. Служба исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников Headhunter Урал провела опрос среди жителей Пермского края и выяснила, как они относятся к работе в подростковом возрасте. По данным результатов опроса, 73% жителей Прикамья однозначно советуют своим детям начать работать до 18 лет. Не готовы дать такой совет 15% респондентов. При этом наиболее подходящие для подростка Пермяка считают работу курьером, промоутером и расклещиком объявлений. Среди навыков, которые дает работа в подростковом возрасте, респонденты отметили самостоятельность, ответственность, навык общения с людьми, финансовую грамотность и тайм-менеджмент. Ну а ключевыми преимуществами раннего трудоустройства в регионе считают развитие самостоятельности, появление собственного заработка и повышение ответственности. В Кизиловском округе создан муниципально-частный приют для бездомных животных. Помещение, где планируется размещение приюта, уже передано из краевой собственности в муниципальную. Также администрация обещает выделить транспорт, который будут использовать для отлова безнадзорных животных. По словам главы Кизила, позднее будет заключен и муниципальный контракт на отлов и содержание животных. Планируется, что в приюте будут содержать и собак, и кошек. Это были все новости региона на сегодня. С вами был Егор Тверетинов. До свидания. Согласно различным исследованиям, сегодня так называемое поколение зумеров в возрасте от 10 до 21 года предпочитает в большинстве случаев виртуальное общение. Если говорить в цифрах, то таких в России сегодня около 17 миллионов человек. Одна из причин – современное поколение родителей с рождения тщательно следят за своим ребенком, никуда не отпускают одних и ссылаются на опасности дворовой жизни. Студенты Пермского классического университета нашли выход. Какой, расскажет Полина Рифа. Рады с вами познакомиться здесь с праздником. Давайте дружите вместе. Играй, давайте. Да! На их месте так ответил бы каждый. Лучший подарок в День защиты детей – это спасти их от скуки и безделья. Наполнить жизнь смыслом и весельем. Миссию выполняет студент классического университета, кафедры социальной работы и конфликтологии. Вместе с преподавателями будущие специалисты придумали акцию провести весь день в Пермских дворах вместе с местной ребятней. Научить подрастающее поколение дворовым играм, которые почти исчезли с лица отечественной земли, чтобы наступившее лето не прошло мимо. Наша акция нацелена на то, чтобы научить детей безопасным дворовым играм и чтобы снизить количество девиантного поведения среди подрастающего поколения. Я вижу регулярно то, что дети ходят по улице, просто шатаются с колонками, ничем не занимаются, после школы идут домой. А вот раньше мы после школы всегда оставались, играли в игры и выросли вроде хорошими людьми. Эта акция мне крайне близка, как минимум потому, что у меня многодетная семья. У меня есть два брата маленьких, с которыми мы тоже постоянно регулярно играем. Выходим на улицу, в футбол раньше играли с папой. Да вообще, я очень люблю детей на самом деле. У всех родственников есть дети, я с ними постоянно играю. Поэтому эта акция мне крайне близка еще потому, что хочется детям дарить положительные эмоции. Наша задача – воспитать хорошее поколение, чтобы дети были достойными гражданами своей страны. Они находятся в ситуации, когда по сути предоставлены сами себе, поскольку лето, отдых, отпуск и так далее. Но хотелось бы как-то поддержать их своим участием. В настоящее время 9 площадок, на которых работают наши студенты. 95 практически студентов вышли вот сегодня в один день. Ну и должна сказать, что добровольно. В планах студентов создать волонтерский отряд специалистов по играм на свежем воздухе. Но пока этого не произошло, нам предлагают не ждать с моря погоды, а все-таки не лениться и взять дело в свои руки. Самостоятельно играть со своими младшими. Все-таки, как говорится, на богу надейся, а сам не плашай. И это точно хорошая инвестиция в будущее. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». На этом пока все новости. Оставайтесь на «Ветте». Я, Максим Суханов, на этом с вами не прощаюсь. Через несколько минут всех жду в программе «Эх, дороги». Спасибо, что вы с нами. До встречи и будьте здоровы.